Всем привет! С вами Ольга Фернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот теперь, когда про формирование дыни мы уже поговорили, начали поступать вопросы, а нужно ли опылять дыню в теплице, так же как арбуз? Я отвечу однозначно, да, лучше опылять. Конечно, если стоит хорошая погода, если у вас полная теплица всяких пчел, насекомых, все тут снуют, как сказать, тут такое шевеление, что есть шанс, что она опылится сама, то можно не беспокоиться. Но у нас, вот у меня так теплица устроена, у нас нет тут сильно много пчел, тут тишина такая, спокойствие, и если я не опылю сама, то много-много пропадет вот этих вот женских цветочков с завистью. Вот видите, тут уже зависть дыньки, тут могла бы быть дынька, и если я сейчас не опылю, то она, конечно, отсветет, засохнет и отпадет, как получилось вот с этим цветочком. Вот видите, тоже была зависть, она отцвела, пожелтела, засохла, мне было некогда опылить. Все, считайте, что одну дыню я уже потеряла. Следующие дальше будут мужские цветки, и неизвестно, когда еще будет следующая зависть, а вот он, женский цветок. Вот маленький женский цветок будет, но есть разница, или дынька была бы вот здесь, она сейчас уже наливалась бы, или когда еще он только расцветет, и вообще насекомые доберутся ли до него. Поэтому с дынями, если вы хотите ускорить получение урожая, то нужно поступать так же, как с арбузами. Заходить рано утром, так же с 6 утра до 10 утра, самая активная фаза в это время и у пыльцы, и у рыльца женского цветка, и мужским цветком опылять женский. Но нюансы опыления дыни состоят в том, что арбузику хватает одного мужского цветка, а дыньку для того, чтобы полноценно опылить, нужно, чтобы туда попала пыльца нескольких мужских цветков. Тогда будет 100% полноценное опыление. Все. Вот это к вопросу, нужно ли опылять дыни в теплице, так же, как арбузы. Лучше опылять, потому что женских цветков тоже мало у них. Вот видите, все пустые, мужские. Если попадется 1-2 женский цветок, нужно, скорее всего, конечно, побыстрее его опылить. Если вам некогда, конечно, когда-то, если вы не будете опылять, какой-то женский цветок все равно завяжется, кто-то его опылит, придет, какое-нибудь насекомое. Но только вопрос в том, когда это произойдет, через сколько, через неделю, через две, может быть, когда дыня уже будет взрослая, разрастется, будут упущены сроки. Это особенно важно для наших, для сибирского региона, для холодных регионов северных. Нам, чем скорее мы опылим, тем быстрее начнутся завязывания плодов. Это касается и арбузов, и дынь, всех бахчевых, потому что это очень теплолюбивые растения. Они дыни вообще не переносят похолоданий. Если они до наступления осенних похолоданий не созреют, поздно опылятся, они у вас могут как, они очень подвержены заболеваниям. Начнется холод, сырость, они начнут гнить, почернеют, никакого урожая не будет. Опыление дынь для чего проводим? Для того, чтобы ускорить созревание дынь, чтобы до наступления всех этих похолоданий, грибковых заболеваний, мы уже сняли урожай и покушали. Вот, этот маленький видеоролик, это ответ на вопрос, нужно ли опылять дыню в теплице. Можно, конечно, обойтись и без опыления, но опыление ускорит завязывание плодов и созревание наших дынек. До свидания! Все мои материалы на странице в Одноклассниках набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Учитесь, ничего сложного в этом нет. Я надеюсь, в этом году мы будем все с дынями и арбузами, несмотря на то, что весна была очень сложная. До свидания еще раз! Субтитры сделал DimaTorzok